Это видео будет интересно в первую очередь тем, кто интересуется методом очищения по Аганян через условное голодание, но не до конца еще понимает, нужно ли ему это, не страшно ли это и как это вообще делать. Поскольку я уже много лет практикую эту систему, у меня очень много накопилось опыта как положительного, так и отрицательного, и мне есть что сказать. Посмотрите это видео до конца и вы поймете, для чего нужно готовиться к условному голоданию. Для начала давайте вообще вспомним, для чего нам нужно очищать организм. Современные люди очень много, сильно, часто болеют. Почему они болеют? Потому что их организмы терпят слишком большую нагрузку на органы пищеварения и выделения и не справляются с этим. В результате накопившихся шлаков и токсинов в организме образуются воспалительные процессы, и воспалительный процесс всегда ведет к какому-либо заболеванию, неприятным или болезненным синдромам, симптомам и к тому, что мы называем хроническими заболеваниями. Поэтому настоящее лечение, оно заключается не в медикаментозном подходе, а именно в подходе через очищение от шлаков и токсинов, накопившихся с течением жизни. И если этого не делать на регулярной основе, то можно просто привести себя в тупиковое состояние, из которого выход будет либо очень сложным, либо его, к сожалению, вообще может уже не быть. Я это давно уже поняла, из 2016 года я практикую очищение и естественное питание. Если вы впервые на моем канале, то вы можете зайти в плейлист «Мой здоровый образ жизни» и посмотреть, с чего все начиналось. Начиналось все с моего видеодемника о том, как я делала впервые свое первое 21-дневное очищение челеса, жидкое питание по аганян, о том, какие я результаты получила, но и о том, какие у меня были на этом пути трудности и проблемы. На сегодняшний день, спустя 6 лет, я уже накопила достаточно опыта для того, чтобы избегать трудностей и проблем, и поэтому охотно делюсь с вами всеми своими наработками. Так вот, одна из этих наработок состоит как раз в том, что если входить в такой курс детокса в неподготовленном состоянии, то 99,9% это риск того, что случится интоксикация, то есть самоотравление. То есть все те самые шлаки и токсины, которые вы пытаетесь вывести, они в разжиженном состоянии просто не успеют покинуть кишечник, потому что вы не знаете, что нужно для этого делать, какие меры принимать вовремя, и просто отравят вашу кровь. Кровь разнесет токсины по всему организму и наступит очень печальное состояние под названием интоксикация, выйти из которого тяжело и переносить это крайне тяжело. Ну, я это переносила, я знаю, что это такое, никому не желаю попасть в это состояние, поэтому заранее предупреждаю, что нужно обязательно готовиться. Как именно готовиться, чтобы не было интоксикации, из каких шагов состоит эта подготовка, особенно тем, кто впервые берется за это мероприятие. Я как раз и хочу посвятить это видео. Смотрите внимательно, смотрите до конца, чтобы не наступить на мои грабли. Итак, пункт первой подготовки заключается в существенном облегчении питания. Для чего это нужно? Дело в том, что современное питание, оно очень неестественное, оно очень токсичное, оно очень сильно загрязняет организм. И к тому моменту, когда вы задумались о том, что вам нужен детокс, вы уже накопили приличное количество шлаков и токсинов. Поэтому подготовка нужна вам для того, чтобы хотя бы немного уменьшить уровень этих токсинов в вашем организме, чтобы легче прошел сам вход в условное голодание. То есть мы, благодаря облегчению питания, добиваемся того, что новые шлаки и токсины перестают поступать и образовываться в нашем теле. А со старыми мы уже будем как-то разбираться, ну, именно непосредственно на курсе очищения. В чем заключается облегчение питания? Ну, во-первых, мы убираем животный белок, уж мясо-то точно убираем. Ну, максимум, что можно оставить, это яйца, какой-то легкий животный белок и животные жиры. Это мы оставляем. Но мясо, вот это все тяжелое, вот это мы все убираем. Убираем мучное, сахар, убираем все токсичные продукты, которые содержат различные искусственные добавки. И стараемся делать порции чуть поменьше, ужинать чуть пораньше, наедаться не до полного бака, а хотя бы до легкого, слегка такого легенького чувства голода, чтобы немножко тело почувствовало облегчение. И вот таким образом проводим несколько дней, а лучше недель, вот на этом облегченном питании. И следующий шаг сейчас будем разбирать. Следующий шаг очень важен. Мы должны пропиваться. Потому что нет генеральной уборки без воды. И генеральная уборка в теле, это так же, как и в вашем жилище. Тогда нужно для того, чтобы вымывать накопившиеся шлаги и токсины, создавать более текучую среду, атмосферу в вашем организме, помогать выводу шлагов и токсинов. Поэтому нужно пить много и часто. Пить воду, пить воду с лимоном, пить какие-то ягодные морсы, пить свежевыжатые соки, травяные чаи с медом, пить, что еще, ну, там, компоты, естественно, без сахара. То есть очень много жидкостей должно поступать в ваш организм на период подготовки. И здесь есть, как бы мы убиваем двух зайцев. Первое, это то, что мы промываем действительно наш организм. А второе, это то, что большое количество жидкости, оно как бы притупляет немножко чувство голода. И таким образом мы съедаем меньше пищи. А это в наших интересах. Пить я советую не стаканами и не литрами, а в режиме глотков. То есть мы просто не расстаемся в течение дня с какими-то резервуарами, содержащими напитки. Будь то термос, будь то бутылка, кружка, банка, чайник. Все что угодно. Вы должны просто везде быть окружены какими-то резервуарами с жидкостями, чтобы пить можно было на расстоянии вытянутой руки. Что это значит? Протянули руку, взяли напиток, сделали два глотка, поставили. Проходит 10-15 минут. Вы снова протягиваете руку, делаете 2-3 глотка, ставите. И так в течение всего дня примерно до 18 часов. Именно в таком режиме питья, это называется капельное орошение организма, вы будете получать всю ту пользу от жидкости, которую, собственно, и должны получать. В противном случае, если вы будете надсаживаться стаканами, литрами, вы просто сделаете нагрузку на почки, на мочеводелительную систему, но вы не добьетесь вот того самого эффекта орошения и промывания вашего организма. Переходим к следующему шагу. Третий очень важный шаг в подготовке к условному голоданию – это работа с кишечником. Поскольку кишечник – это основная выделительная система, и именно на нее придется упор во время вывода шлаков и токсинов в период детокса, нужно уже сейчас позаботиться о том, чтобы кишечник начал активно работать. Ведь не секрет, что проблема современных людей очень часто – это запоры или нерегулярная работа кишечника. Это очень плохо, это то, над чем нужно очень пристально поработать. Поэтому сейчас, на период подготовки к детоксу, нужно сделать все, чтобы ваш кишечник заработал на тот максимум, на который он способен заработать в данное время. Что для этого нужно делать? Во-первых, нужно активизировать свою физическую активность, если можно так сказать, чтобы все у вас задвигалось, заходило, заработали мышцы, заработали все спящие части тела. Это нужно для усиления кровотока, это нужно для нормального лимфодвижения, чтобы все выделительные системы работали в четком, слаженном режиме и помогали друг другу выводить накопившиеся отходы. Кстати, и прием жидкости, он тоже работает на то, чтобы помогать кишечнику выводить состоявшееся содержимое. Это и прием каких-то, возможно, легких, слабительных, которые вам знакомы, с которыми вы уже имеете опыт, это увеличение количества сырой растительной пищи в вашем рационе. У современных людей достаточно мало сырой растительной пищи, клетчатки растительные в рационе, поэтому у них часто возникают проблемы с кишечником. На период подготовки нужно как можно больше употреблять сырой растительной пищи, и чтобы ее было больше, чем вареной. Также помогут специальные упражнения для перистальтики кишечника. Посмотрите по ссылочке выше это видео, в котором я даю инструкцию для работы кишечника. Ну и, конечно, это пристальное внимание к этой теме, не игнорирование походов в туалет в нужное время и понимание того, что работа кишечника является в данном процессе залогом успеха. В этом видео я назвала вам три основных и первоначальных шага, которые вам нужны на период подготовки к условному голоданию по Аганян. На самом деле этих шагов больше. Есть еще такие мероприятия, как подготовка травяного сбора, подготовка, проверка качества меда, подготовка адсорбентов, и другое важное, то, что вам нужно будет в обязательном порядке во время очищения, чтобы узнать всю информацию, чтобы не пропустить очень важные вещи. Подписывайтесь на меня в социальных сетях. Все ссылочки я даю ниже в описании к этому видео. Сейчас в социальных сетях я начинаю рассказывать о том, как я готовлюсь к условному голоданию, потому что я запланировала себе этот этап. Я буду делать детокс в самые ближайшие дни. Если вы хотите присоединиться ко мне и делать все вместе со мной правильно и грамотно, подписывайтесь на меня в социальных сетях, следите за новостями, следите за моим контентом и делайте все то, что буду я вам рекомендовать. Это вас убережет от тех ошибок, которые делают многие и попадают в очень приятные ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!